Среди победителей первой национальной профессиональной премии «Женщины НКО» четыре руководителя старооскольских НКО – Оксана Тюремских, Лариса Губатова, Ирина Насонова и Юлия Углянская. Кто-то продвигает казачество, кто-то нашел себя в сфере образования, культуры. Руководитель кризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, Юлия Углянская, стала лучшей в номинации «Социальная и правовая поддержка». В гости к победительнице заглянула съемочная группа 9-го канала. Для Юлии Углянской нынешняя премия – далеко не первая награда. С 11 лет грамот, дипломов и благодарностей накопился не один десяток. Есть и местные, и, как нынешняя, всероссийского уровня. В каждой награде, которую ты получаешь, лежит полностью работа всей команды. И также над этой наградой, вот этой первой всероссийской премии «Женщины НКО» мы работали всей командой. В команде кризисного центра сегодня 14 сотрудников. А в 2012 году помощников было раз-два и обчелся. Самые преданные – муж и сын. И сегодня они в штате центра. Помимо этого, сын работает учителем физкультуры в 24-й школе. Уже сам дважды папа, он обожает детей. Я бы не работал почти 10 лет тоже в школе, и поэтому отношения хорошие. Я так как молодой специалист, мне просто найти с ними общий язык. И поэтому само общение интересно, как дети развиваются. Я как бы знаю про все истории центра и всех тех, кто проживали в центре. Истории реально цепляют. Помню, проживала, значит, у нас одна девочка. Ну, как девочка, девушка. И вот у нее, по-моему, семь детей, что ли. И вот она одна. А нужно же всем внимание уделить. И каждого научить и обучить. Если раньше бизнесмены частенько отказывали в помощи, сейчас все иначе. Есть постоянные крупные жертвователи не только в нашем регионе, но и в Орловской области, Москве. Плюс к этому президентские гранты, которые позволяют платить зарплату сотрудникам. Есть поддержка и местной администрации. По словам Юлии Углянской, выстроена система. Ресурсов много. Могут решить почти любую проблему. Предположим, родился ребенок. Нет определенных, значит, вещей для младенца. Средств гигиены и коляски, и кроватки. И кого-то выгнали из дома. Такие истории тоже бывают. Либо женщину беременную бросил молодой человек. Либо женщина испытывает домашнее насилие в семье. Ей тоже некуда идти. Мы предоставляем приют, в котором женщина может прийти в себя, пожить спокойно. Новый проект Юлии – социальный приют для дошколят. Мамы, которым не с кем оставить ребенка, могут привезти его сюда и передать под присмотр воспитателей и психологов. Чаще всего бывает так. Нет регистрации, нет прописки. В детский сад устроить она не может. А работать надо. Пожалуйста, вот здесь находятся эти дети. В принципе, это как круглосуточный детский сад. Сейчас у кризисного центра уже пять зданий, безвозмездно предоставленных Староскольской администрации. В одном находятся дети. В приюте, на полном пансионе, живут женщины. А в центре гуманитарной помощи нуждающимся выдают продуктовые наборы, одежду, обувь, памперсы, бытовую химию. 700 семей они постоянно, каждый месяц получают, приходят. Сейчас помимо наших, это только наших, под 700, да. Помимо наших подопечных у нас добавилась какая категория? Беженцы. Беженцев у нас около 280 человек. Помогая другим, Юлия всегда чувствует помощь свыше. Божий промысел. Вообще ни одно дело не начинается без Бога. Я даже проект, когда отправляю через компьютер, я его обязательно перекрещу и говорю, Господи, благослови. Потому что, ну как вообще без Бога можно жить? Божий промысел. Божий промысел. Божий промысел.